Итак, сегодня построение английского воротника. Я его даже могу показать потом на пальто. Как мы это делаем? Английский воротник это приточной верхний воротничок. Мы сейчас будем строить, который строится на базе нашей центральной части полочки. Поэтому для начала мы строим центральную часть полочки. Я от точки А0 вниз отложила 40 см точка Т. От точки А0 вниз отложила 7 см буква В. От точки А0 вниз отложила 26 см высота груди буква Г. И от точки А0 отложила вправо 7 см буква А. Теперь мне нужно найти плечевой срез полочки. При закрытой выточке. Ширина плеча у нас 13 см. Ну давайте 12 см возьмем. Небольшой размер у нас здесь, да? Проводим дугу. Из точки А вправо. Затем из точки С в этом же направлении проводим мерочку. Откладываем мерочку высота плеча косая переда. Если высота груди 26 см, значит ВПКП у нас будет на 2-3 см меньше. Ну возьмем 23 см. И у меня получается точка П1. Конечная точка плеча П1. Нарисовали плечико. Затем мы выбираем полузанос. Полузанос, ну давайте возьмем, ориентируется на величину пуговички. Я добавлю допустим 2 см. Припусков здесь нет. Для пальто может быть конечно побольше. Затем выбираем точку перегиба лацкана. Она у меня находится обычно ниже линии груди на 1-1,5 см. Петля рисуется 5 мм от центра в сторону края борта. Вот это линия края борта. И петелька у нас тоже размером 2 см. Вот так я ее нарисовала. А точка Л, линия перегиба лацкана, она будет у нас ниже этой петельки. Вот так я выбрала эту точку. Затем я хочу нарисовать сам лацкан. Я могу его сделать вот таким. Тогда воротничок будет очень маленький. А точку выбрать, начало воротничка вот в этом месте, Могу нарисовать его на 3 см, могу на 4 см. Но давайте, чтобы нам было виднее, выберем вот такое вот направление лацкана. Выбрали, рисуем вот так. То есть я от буквы В отодвинулась в данном случае на 4 см. И когда мы делали с вами воротничок обычный, мы вот так проводили линию и уходили ей вот так сюда. А сейчас я хочу сделать, и у нас получался воротничок. Давайте тоненько я покажу. Вот такой. И у нас получался воротничок мягкий. То есть вот этого уступчика уголочка у нас не было. А сейчас второй способ с этим уголочком. Посмотрите, как я сделаю. Я нарисую этот воротничок. Вот так. Горловинка вот так рисуется. Видите как? То есть я оформляю так, бурдомодан часто делает воротнички, идут с уголочком. Вот такую линию горловинки я выбрала, оформила с уголочком и ушла сразу сюда. Значит, теперь я рисую сам вот этот раскеп, называется. Так, надо нарисовать, что мы строим. Это мое упущение. Значит, вот так. Вот так. Где-то здесь линия груди. И английский воротник выглядит у нас, тут пуговочка будет, это центр. Вот это лацкан, который формируется вместе с серединой полочки. Вот это его зеркальное отображение. Вот это полузанос. Так. И сейчас я рисую тот маленький воротничок, который мы хотим с вами построить. Вот так. Понятно? Поэтому вот эта точка, это точка В. Я нарисовала точку, а это точка Л. Я нарисовала, а это линия края борта. Вот она, линия края борта. Вот точка Л. Это линия перегиба лацкана. И вот это сам лацкан, который я сейчас здесь изобразила. А это точка В. Стало быть, от точки В начинается отлет воротничка маленького. А вот этот уголочек называется уступом. Вот я выбираю этот уголочек. Люблю я их делать одинаковыми. Здесь 4 с небольшим и здесь 4 с небольшим. Можно делать по желанию другую картинку, но я люблю так. Затем можно взять от точки А отступить 1 сантиметр. А можно не отступать. Ну вот, например, я отступлю 1 сантиметр. И рисую линию притачивания воротничка. Вот это получается у меня заход. Но, повторюсь, у нас будут разные возможности, разные варианты. Дальше. На продолжение вот этой линии я откладываю длину горловины спинки. Поставила точку. Это середина воротничка. У меня 9 сантиметров. Потом восстанавливаю прямой уголочек. Вот здесь я оказалась. И откладываю ширину воротничка сзади. Обычно 8-9 сантиметров. Для пальто, конечно, будете брать больше. Сейчас я взяла сколько? Я взяла 8 сантиметров. 6-8 сантиметров. И уже потом я могу нарисовать линию отлета воротничка. Соблюдая все прямые уголочки. Например, она у меня будет вот такая. И один вариант нашего воротничка у нас обозначился. Давайте я его обведу синеньким цветом. Значит, здесь он повторяет полностью нашу горловинку. Да? Вот такая история. Дальше. Вот это равно длине горловины спинки. Это середина воротничка. И это отлет воротничка. Какие еще могут быть у нас возможности? Можно то же самое сделать просто на продолжении. Вспоминайте тему цельновыкроенных воротников. Причем и здесь у нас есть разные возможности. Если мы построим прямой уголочек в точке А, вот так, например, возьмем, отложим те же самые 9 сантиметров. Длина горловины спинки сзади. Вот они 9 сантиметров. Сюда наверх отложим потом перпендикуляр ширину горловины воротничка сзади. Допустим, тоже, скажем, там 8 сантиметров. И нарисуем отлет воротника. Видите, длина отлета воротника стала покороче по сравнению вот с этим. Почему так получилось? И сама линия втачивания воротника в горловинку выглядит вот таким образом. В этом случае. Вот такой воротничок у нас получился. Видите, что будет на практике в таком воротнике в красненьком? Линия перегиба лацкана пройдет строго по серединке ширины воротничка сзади. То есть вот через эту точку. Вот так она будет выглядеть в этом случае. Видите, какой воротничок будет? Он будет глухой, закрытый. И за счет того, что длина отлета воротничка маленькая. То есть он не будет отходить от шеи. Он строго пополам перегнется, будет прижиматься к шейке сзади очень плотно. И вот эта вот точка, от которой у нас будет... Видите, как она появляется высоко относительно линии. Вот эта точечка. Она будет очень высоко относительно линии груди. То есть воротничок получится закрытым, глухим. А мне, например, этот вариант не нравится. Мне хочется более такой отложной воротничок сделать сзади, чтобы он перегибался не посерединке, а где-нибудь. Например, вот здесь я хочу его перегнуть. Тогда посмотрите, какое отличие. Я сделаю вот такой наклон. Я сделаю его сразу немножко побольше и поярче. То есть из точки А я провожу не перпендикуляр, а линию вот под таким вот углом, меньше, чем прямой уголочек. На ней откладываю все те же 9 сантиметров, которые мне нужно. Вот они получились. Все так же строю перпендикуляр. Это середина спинки, длиной 8 сантиметров, например. И сейчас я откладываю эти 8 сантиметров. Смотрите, где? Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. То есть я как бы повторила немножечко, пока простым карандашом нарисую. Нарисовала воротничок сзади. И после этого я ухожу опять вот в эту точку. Ну и общая картинка у меня получится. Давайте мы ее обведем посимпатичнее, чтобы зелененькая у нас выглядела. Вот так, например. И как-то вот так, например. И видите, линия перегиба лацкана стала намного-намного больше. Значит, сам лацкан перегнется уже не на серединке вот этого воротничка, а где-то, допустим, нижний третий. И воротничок станет более открытым. Вот линия перегиба лацкана, куда уходит. В первом случае была здесь, сейчас вот здесь. И вот это все наше тело, его будет видно. Вот такая взаимосвязь, вот такие возможности. То есть можете оформлять и так, и так, и так. Но и в этом случае уже зелененький наш вариант, я бы все-таки сделала его вот таким. Вот так, сюда дошла, вот сюда пришла, и вот сюда пришла. То есть эта часть остается неизменной, а здесь вы делаете и моделируете, как вам хочется. То есть пробуйте, экспериментируйте, и понимайте, что вам больше нравится в том или ином случае. О закономерности и взаимосвязи я вам показала. Продолжение следует...